Привет всем любителям компьютерных игр. Сейчас поговорим о RPGs Cyberpunk 2077. Но прежде чем мы продолжим, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, будет много интересного. Итак, Cyberpunk 2077, новая игра польского компании CD Projekt Red, которую многие давно ждали. Мы расскажем, что уже известно о сюжете и геймплее научно-фантастической экшн игры в жанре RPG, Cyberpunk 2077, со времен анонсирования в мае 2012 одна из самых ожидаемых игр разработчика CD Projekt Red. До сих пор мало что известно о реальном сюжете. Ясно только, что создатели черпали вдохновение из настольной ролевой игры с названием Night City, ночной город, киберпанк серии Майка Пан Смита. Night City — это название города, которая также станет главной площадкой для развития действия в Cyberpunk 2077. Время в настольной ролевой игре — 2020 год, то есть за 57 лет до времени компьютерной игры. В основе ее сюжета разрушение целого городского района из-за военных столкновений между бандами и корпорациями. Cyberpunk 2077, скорее всего, покажет последствия таких разрушений и предоставит главному герою шанс получить большие деньги в этой обстановке. Управляемого игроком персонажа зовут Ви, это настоящий киберпанк. Игрок в соответствии со своими предпочтениями сможет менять все параметры тела главного героя, например, его способности, внешность и даже пол. Ви постоянно находится в поиске очередного прибыльного дела, чтобы иметь возможность выжить в городе Night City, где правят наркотики, коррупция, преступность и бедность. Дата выхода 17 сентября 2020 года разработчик CD Projekt Red, Crunching of Wallace, Club, Testronic, издатель, издатель в России CD Projekt Red, Bandai Namco Entertainment, PB Games, Soft Club, системные требования, Cyberpunk 2077, минимальные требования, операционная система, Windows 8,1, Windows 10, только 64-бит, процессор, AMD Phenom iX 4 965, Intel Core i3 4130, видеокарта, AMD Radeon HD 7970, NVIDIA GeForce TKs 960, оперативная память, GB 6,0, свободное место на HDD, GB 70,0. Рекомендуемые требования, операционная система, Windows 8,1, Windows 10, только 64-бит, процессор, AMD Ryzen R7 1700X, Intel Core i7 4790, видеокарта, AMD Radeon R9 390X, NVIDIA GeForce TKs 1080, оперативная память, GB 16,0, свободное место на HDD, GB 70,0, новые детали Cyberpunk 2077, продолжительность основного сюжета в Cyberpunk 2077 будет несколько меньше, чем в Ведьмак 3, но в новой игре будет больше нелинейности и упор на повторные прохождения. Стоит отметить, что основной сюжет Ведьмак 3, Дикая охота в среднем проходится за 50 часов. В игре огромное количество побочных заданий и случайных событий, а потому полную продолжительность игры оценить довольно сложно. Все второстепенные задания можно выполнить несколькими разными способами, а прохождение всей игры почти никогда не будет похоже на то, как это было у другого игрока. Как и в The Witcher 3, Wild Hunt, многие побочные задания пересекаются друг с другом и могут влиять в том числе и на основной сюжет. Во время прохождения игроки смогут найти и забрать с трупов или ящиков много бесполезных предметов, которые никак не смогут использовать. Такой подход авторы выбрали для того, чтобы сделать сам мир более правдоподобным и добавить убедительности его обитателям. Если долго выбирать варианты ответов в диалогах, то некоторые НПК будут реагировать на это и проявлять недовольство. Авторы игры Cyberpunk 2077 заявляют, что в некоторых случаях это даже будет иметь свои последствия. CD Projekt Red хотят сделать физику транспортных средств очень хорошей, не уступающей лучшим представителям игр с открытым миром. Разработчики хотят сделать езду реалистичней, чем в GTA, в игре будут гонки на автомобилях и другом транспорте, но в особом стиле киберпанка. Цикл динамической смены дня и ночи будет влиять на прохождение разных заданий, увеличивая число охранников на объекте в дневное время, и наоборот, снижая их число ночью. Игроки смогут воспользоваться такими ситуациями в свою пользу, выбирая для прохождения наиболее актуальные задания в каждое время суток. Система динамической погоды не будет влиять на геймплей, но обитатели мира Cyberpunk 2077 будут на нее реалистично реагировать, прячась в укрытии и доставая зонты. У всех ключевых персонажей в игре собственные уникальные анимации, включая ходьбу, поведение в диалогах или на поле боя. В диалогах можно пропускать некоторые реплики НПК. Это реализовано особым образом. Но пока авторы не готовы об этом рассказывать. Авторы Cyberpunk 2077 отмечают, что игроки смогут разрушить 3-4 игрового окружения и укрытий, но полностью разрушать здания и помещения будет нельзя. Постельные сцены очень проработанные, и вид от первого лица никого не разочарует. Представители ГЭПР потратили очень много времени на запись сцен захвата движений в таких сценах с реальных актеров. Игроки не смогут покупать новую недвижимость и обладать несколькими квартирами. Впрочем, за время прохождения апартаменты VFV будут изменять свой вид в зависимости от действий и предпочтений игроков. В игре нельзя будет полностью пропустить целый акт, как в The Witcher 2, Assassin's of Kings в случае выбора разной стороны конфликта. Однако некоторые помещения и локации в открытом мире будут недоступны игрокам из-за их выборов. Игрокам ответили, что можно будет сжечь Найт-Сити, как это предложил Джонни Сильверхёнд в CGI-трейлере. Восстанавливать здоровье можно разными способами, используя еду, аптечки или импланты. Здоровье можно восстановить постепенно, или же сразу значительную его часть. VV может получить имплант для перевода различных языков и совершенствовать его по мере прохождения. Продвинутые особые языки мира Cyberpunk 2077 будут понятны игрокам не сразу. Вариативность и разнообразие обитателей Найт-Сити будет гораздо выше, чем в The Witcher 3, однако учитывая масштабы игры, разработчики не могут сделать каждого персонажа уникальным. Впрочем, в Гэпро уверены, что встречать дубли игроки будут крайне редко. Можно дойти до края карты, и игрока предупредят о том, что дальше пути нет, прежде чем развернуть его, как в Ведьмак 3. Полицейские не вмешиваются в драки на улицах, но если VV начнет применять огнестрельное оружие или убьет кого-то, то копы сразу же вмешаются и начнут применять против игрока силовые методы. Игроки смогут скрафтить большинство расходных предметов, но не смогут создавать импланты или костюмы. Для данных предметов можно изготавливать модификации и улучшать их. Разработчики планируют выпустить инструментарий для модов на ПК, но пока неизвестно, как скоро после выхода они будут доступны. В Cyberpunk 2077 сразу после релиза будет режим «Новая игра» с возможностью начать игру старым персонажем. Авторы отметили, что нашли необычный способ предложить игрокам продолжить играть после завершения основного сюжета, но не хотят раскрывать все сюрпризы. Cyberpunk 2077 – геймплей, который изменит индустрию, и это не просто горячие лозунги. После недавнего анонса прохождения Cyberpunk 2077, который разработчики показали миру в конце августа 2018 года, стало очевидно, что нас ожидает действительно прорыв индустрии. 48 минут киберпанка в жанре ролевого экшена с открытым миром продемонстрировали незаурядную связь сюжета Cyberpunk 2077 с современными политическими и социальными реалиями. Плюс технические возможности, оружие-стиль, психология игры Cyberpunk 2077 делают вызов всему миру видеоигр. Да, это новый уровень, до которого, будем откровенными, многим разработчикам будет сложно дотянуться. К слову о разработчиках. Это польская компания, прославившаяся благодаря Ведьмаку, фэнтези с нетипичным сюжетом, одной из лучших игр современности. Встречайте звезд индустрии CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 обещает быть еще более интересным, чем The Witcher 3. Разработка Cyberpunk 2077 началась еще в 2012 году, но была замедлена из-за того, что основные силы CD Projekt Red были направлены на Ведьмака. Теперь же подготовка релиза Cyberpunk 2077 идет полным ходом. В одном из интервью, дизайнер квестов Cyberpunk 2077 Патрик Миллс сказал, что сороко-восьмиминутное видеогеймплей игры Cyberpunk 2077 должно вдохновить не только геймеров, но и других разработчиков, показать им, каким может быть игровой процесс. И да, Cyberpunk 2077 — это не просто выдуманный сюжет, это прямая связь с современными реалиями общества. Как сказал Патрик, нет смысла отрицать прямую связь между событиями Cyberpunk 2077 и политикой. От этого она становится еще интереснее, не так ли? Cyberpunk 2077 — обзор новых подходов Cyberpunk 2077, обзор которого у нас уже был шанс увидеть, представляет жанр научной фантастики. Сюжет Cyberpunk 2077 будет разворачиваться в Найт Сити спустя 57 лет после событий предыдущего Cyberpunk 2020. Это жестокий город, где живут люди разных национальностей и социальных классов. Пройти игру Cyberpunk 2077 можно будет от первого лица. Вы можете выбирать одного из трех персонажей, которым будете играть. В Cyberpunk 2077 основной акцент сделан не столько на внешнюю борьбу сильных мира сего, сколько на внутренние переживания, развития, поступки героя. В Найт Сити горожане разговаривают на разных языках. Вы можете не заморачиваться, чтобы понять местных, достаточно приобрести чипы переводчиков, чтобы понимать, о чем идет речь в разговорах случайных прохожих. Чем дороже переводчик, тем точнее перевод. Очень реалистично. Встречали что-то подобное в играх раньше. Cyberpunk 2077 что-то невероятное. Будет еще одна крутая функция Cyberpunk 2077. Видео намекнуло на принцип Брайнданс. Персонаж имеет цифровое записывающее устройство, которое он сможет направлять на мозг другого персонажа, испытать его эмоции, почитать мысли, прочувствовать движение, иными словами, вжиться в другого человека. Открытый мир Cyberpunk 2077 развит и динамичен. В любой момент вместо участия в стычке можно сесть на мотоцикл и уехать в закат. Разработчики обещают, что у Cyberpunk 2077 будет многопользовательский режим. Факты 1. В середине 2019 года NVIDIA опубликовала скриншот из Cyberpunk 2077, на котором был запечатлен баннер с рекламой напитка ChorManticat. Там любопытные пользователи разглядели трансгендера, человека в женском наряде, но с мужским половым органом, и надпись «Микс и ТАП», что-то в духе «Внеси разнообразие». Защитники меньшинств тут же всполошились, решив, что CD Projekt Red издевается над трансгендерами. Однако представительница компании объяснила, мир КП 2077 – капиталистическая антиутопия, где все покупается и продается, вот и образ трансгендера используется маркетологами для продвижения товара. 2. Как рассказал Джон Мамайс, на этапе производства Cyberpunk 2077 у CD Projekt Red уже были комплекты разработки для VR и компания даже подумывала вести в игру поддержку шлемов виртуальной реальности. Мамайс признался, что от идеи отказались из финансовых соображений, VR, мол, вещи экспериментальная и нишевая, так что много денег она не принесет. 3. По словам руководителя краковской студии CD Projekt Red Джона Мамайса, Джон Мамайс, если сравнивать Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 в технологическом плане, то Ведьмак – все равно, что двухмерная игра. Поскольку в мире КП 2077 есть быстрая машина и высокие здания с лифтами, авторы сильно переделали систему подгрузки ресурсов. Также специально для Киберпанка Гэпро улучшила инструментария разработки, часть задач была переложена на процедурную генерацию. 4. При создании Cyberpunk 2077 разработчики CD Projekt Red активно консультировались с Майком Пансмитом, Майк Пансмит, создателем настольной игры Cyberpunk 2020. Вот лишь один из примеров сотрудничества, для того чтобы сделать внутриигровое защитное снаряжение более правдоподобным. Пансмит купил пуленепробиваемый рюкзак и носил его с собой, изучая свои ощущения и наблюдая за реакцией прохожих. 5. В создании саундтрека Cyberpunk 2077 приняла участие шведская панк-рок группа Refused, совместно с композиторами игры музыканты записали мини-альбом со своими песнями. Во вселенной игры эти треки сочинила рок-группа Samurai, ведущим вокалистом которой был Джонни Сильверхенд, сыгранный Киану Ривзом. По словам Ривза, он говорил своим друзьям-актерам, что участвуют в создании видеоигры. Те восприняли эту весть позитивно. Однако о том, что это именно Cyberpunk 2077, он никому не рассказывал, так как эту информацию должен был держать в тайне. Ривз не считает, что для признания в индустрии развлечений играм необходимы голливудские артисты. Более того, по мнению актера, видеоигры уже давно признаны, обе индустрии и так заимствуют идеи друг у друга. В качестве примера Ривз процитировал Марлона Брандо, Морлон Брандо, который, говоря о своем участии в фильмах про Супермена, сказал, что режиссеры могут оцифровать его внешность и использовать ее для создания других картин. Ривз связывает эту технологию с играми. Это идея технологии захвата изображений и движений. Мы видим в Голливуде очень много сцен, где исполнители делают старше или моложе, продолжает Ривз. Эластичность исполнения, времени и того, как ты выглядишь и кем ты являешься. Все становится более комплексным. 6. Презентация Cyberpunk 2077 на i3 2019, во время которой выяснилось, что одной из ролей в игре исполнил актер Киано Ривз. Киано Ривз стала одним из самых ярких событий выставки. После показа трейлера Ривз вышел на сцену, приведя зрителей в восторг. Когда артист описывал захватывающее чувство, которое испытают игроки в КП 2077, один из посетителей не сдержал эмоций и выкрикнул «Это ты захватывающий». Этот момент мгновенно стал немом, и CD Projekt Red даже решила подарить крикуну, которым оказался ютубер Питер Сарк. Питер Сарк – коллекционное издание игры. Сарк отказался и вместо этого попросил Гэпер приобрести для организации Children's Hospital стойку для видео-игр GoCard. 7. По словам директора квеста в Cyberpunk 2077 Матиуша Томашкевича. Матиуш Томашкевич. При создании игры он вдохновлялся Deus Ex, особенно первой частью, и в Empire The Masquerade Bloodlines. В Deus Ex автора впечатлила нелинейность, которая проявляется не только в диалогах, но и в путях выполнения заданий, а Bloodlines он назвал идеальным примером RPG с видом от первого лица. 8.27 августа на Twitch-канале CD Projekt Red состоялась премьера геймплея игры. Как позднее подсчитал ресурс Github, в пике демонстрации усмотрели 288 тысяч человек, что сделало Cyberpunk 2077 самой популярной игрой за весь день. Если учитывать рестримы, число было еще внушительнее – 459 тысяч зрителей. Кроме того, киберпанковый боевик обошел всех конкуренток, стартовавших или готовившихся к старту в то время, эфиры по God of War смотрели максимум 283 тысячи пользователей, по Sea of Thieves – 259 тысяч, а дебют Call of Duty – Black Ops 4 204 тысячи. На данный момент, несмотря на расходящееся мнение, Cyberpunk 2077 – это игра, выхода которой с нетерпением ждут пользователи по всему миру. А с момента ее первого анонса разработчики уже успели рассказать и даже показать ее интересные особенности. В данной статье ниже по тексту вы найдете простое перечисление известных фактов об игре без каких-либо лишних слов. Но скорее всего некоторые я возможно смогу упустить и если что, потом добавлю. Cyberpunk 2077 – это Open World FPS RPG с потрясающим уровнем графики. Важно отметить, что игра будет не для детей и содержать контент для взрослых, к примеру, судя по всему обнаженные тела будут нормой, а враги могут спокойно покрывать вашего персонажа матом. Разрабатывается довольно знаменитой студией CD Project Red. В игре спокойно можно будет найти Киану Ривза, с которым разработчики ведут сотрудничество. Надеюсь, что хоть тут его киберпес останется в живых. Выход намечен на 16 апреля 2020 года на трех основных платформах – PC, PS4 и Xbox One. Уже сейчас можно предзаказать обычное цифровое или физическое издание игры, а также полноценную коллекционку. Небольшой загадкой намекнули, что делать микротранзакции для одиночной игры – это верх идиотизма, то есть их не будет. Разработчики хотят выпустить игру на новых консолях, но пока что сосредоточены на ее реализации для консолей текущего поколения. Исходя из недавнего интервью, возможно в игре появится мультиплеер, но если это случится, то уже после релиза игры. Также сказали, что если он и появится, то его предоставят в уникальном для компании стиле. Игра будет выполнена в стилистике киберпанка со всеми вытекающими последствиями, такими как аугментация и различные модификации тела человека. Основным местом действия станет огромный живой город под названием Найт-Сити, в нем будет реализована имитация реальной жизни. Проще говоря, НПЦ будут заниматься своими различными делами. Кроме этого, сам по себе он будет наполнен интерактивными элементами, с которыми вы сможете взаимодействовать, например, получить информацию о рекламируемом продукте или доступ к ассортименту магазина. Пользователи не будут вас ограничивать только одним городом, за его пределы можно будет спокойно выйти. Там вы найдете дикие земли, представляющие просто безжизненные пустоши, где обитают кочевники и бандиты. Перед началом игры пользователю нужно будет пройти процесс регистрации персонажа, где кроме пола или внешнего вида вам нужно будет настроить РПГ составляющую. Будет такая система как Лифепад, это своего рода предыстория персонажа, на базе которой будут определяться некоторые возможности и квесты. Не так давно в качестве примера упомянули, что за пределами города игрок сможет превратить своего персонажа в кочевника, если выберет правильную предысторию в самом начале. Одними из ключевых важных аспектов игры являются сюжет и задание. Уже сейчас известно, что будет несколько концовок, а вот определение точного количества разработчики хотят оставить дотошным игрокам, которые пройдут игру не один раз. Недавно стало известно, что для Сибирпунт 2077 будут выходить дополнения в виде ДЛК. Они будут не меньше, чем в Ведьмаке 3, хотя уже сейчас хочется, чтобы были больше, чем кровь и вино. Выполнить каждое отдельное задание игроки смогут по-разному. И как именно потом развернется действие, зависит только от них. Проще говоря, каждый пользователь получит уникальный опыт, исходя из его личного выбора. У главного героя будет своя квартира, вот только несмотря на начальную информацию. Она будет только одна и ее нельзя будет настраивать. Кроме этого, у вас также будет личный гараж для транспорта. По городу можно будет передвигаться на машине или мотоцикле и именно тут, судя по демо, можно будет включить режим от третьего лица. Транспортное средство можно будет вызвать к вашему персонажу. Я не знаю, почему все стали сравнивать это с платвой, ведь игра в будущем, а у нас уже всякие теслы спокойно сами передвигаются по дороге. Боевая система предоставит игроку массу различных способов убить своего противника, начиная от обычного оружия и заканчивая специальными хай-тек приспособлениями. С другой стороны, у вас есть возможность пройти игру вообще не убивая противников, для этого разработчики добавили в игру массу вариаций для оружия и имплантов. Так как действия происходят в будущем, где добавление механических частей стало нормой, игрок постепенно сможет модернизировать свое тело и даже менять внешний вид, например, нам уже показали специальные глаза для сканирования и руки с встроенными внутри лезвиями. Судя по роликам, будет показатель человечности и скорее всего он будет связан с такой болезнью, как киберпсихоз, пока что официальной инфы про работу этой системы нет. Кроме своего тела будет возможность усовершенствовать оружие, которое в некой степени будет взаимодействовать с аугментацией персонажа. На мой взгляд самые интересные варианты, это траектория рикошета пули и специальные снаряды, которые сами летят в помеченную цель, куда бы игрок не стрелял. Из-за РПГ-элемента у каждого противника будет полоска здоровья и уровень, как собственно, и у персонажа. Так что если вы полезете с 10 уровнем на 40, игра закончится очень быстро и прискорбно. Игровой мир на физическом плане игроки получат 6 ключевых районов из настолки. Бизнес-центр, сердце мегаполиса занятое штаб квартирами корпораций и состоятельными гражданами, средоточие роскоши, шикарного образа жизни и дорогих вечеринок. По улицам можно спокойно ходить. Вёстбург, Джапантаун, относительно благополучный район для богатых граждан и среднего класса. Безопасность обеспечивают японские триады, подконтрольные одной из мега-корпораций. Хэйвуд, давно вросший в Найт-Сити пригород. Условия ниже среднего, но живущие здесь люди не бедняки и поднялись по социальной лестнице. Район небезопасен, порядки устанавливают латиноамериканские банды. Ватсон, благополучие района упало вместе с финансами корпораций, потому занят бедными эмигрантами из Восточной Азии. Отличается уникальным сочетанием азиатских культур, восточными базарами и путаницей узких улочек. Пасифик, расположен на берегу океана и мог стать туристическим рам, но небоскребы и молы оказались не нужны, превратившись в трущобы для бедняков и базы для бандитов. Опаснейший район, за контроль над которым кроваво воюют самые разные банды. Санто-Доминго, индустриальная фабрика, обеспечивающая всех электричеством и рабочими местами. Промышленный шпионаж сталкивает корпорации меж собой, а развалины захватывают банды под свои базы. Ожидается, что игровой мир будет по-настоящему открыт для исследований, без невидимых стен и лишних ограждений, а во многие здания можно будет зайти. Дабы погрузить игрока, система симуляции жизни управляет десятками параметров. НПК ходят на работу, домой и отдых, разговаривают на улицах со знакомыми, отстреливаются от банд или вызывают скорую помощь раненым. Будет и киберпространство, но интернет и социальные сети, в привычном для нас виде, отсутствуют. Обитатели киберпанка сходу интегрировали себя в виртуальный мир с полной передачей всех ощущений. Тех, кто постоянно там живет, назвали бегущими по сети, нетронер. Технологии столь опасны, что просто войти в киберпространство, ставив кабель в разъем головы. Не получится, тело работает как единый процессор и вырабатывает много тепла. Если его не погрузить в ванну со льдом, тело перегреется и сетевой бегун умрет. Классы прохождения Сибирпун 2077 привычны для песочниц и игр в открытом мире. Перемещаемся, выполняем задачи главного и побочного квестов, вторичной миссии, а также участвуем в случайных событиях, например, на игрока могут напасть члены банды, которой он насолил. Пройти игру ни разу никого не убив, навряд ли получится. Но один и разработчиков сказал, что это возможно. Влияние шутерной стелс-экшен составляющих очень велико, но боевой компонент различается для каждого класса. Одиночка может так и Рэмбо покрошить противников станковым пулеметом. Нитронер полагается на пистолеты, бег по стенам и лезвие в своих руках. Инженер хоть и держит в руках автомат, но задействует технику и робота-помощника. В итоге выполнение миссии тактика поведения во время боя зависит от выбранных перков, уровня прокачки, установленных имплантатов и доступного оружия. Используя навыки инженера или хакера можно взламывать двери, двигаясь к целеобходным путем. Иначе же придется прорываться с боем. Будут в Сибирпункт 2077 и битвы с боссами, по трейлерам, заточенные на количество нанесенного урона и ЭТЭ удары в уязвимой точке. Перемещение между районами Найт-Сити возможно на личном транспорте, его можно улучшить. Иногда придется участвовать в гонках, преследовать цель или самому уходить от погони. Сюжет и персонажа Но Сибирпункт 2077 не просто набор вышеперечисленных механик и возможностей. Это полноценное сюжетное приключение с полным вовлечением игрока. У него даже будет квартира, где он будет отдыхать, заниматься сексом, а также хранить вещи. В игре 4 типа квестов и все сделаны вручную, сюжетные, из них можно узнать основную историю Сибирпункт 2077, причем не обязательно проходить все, чтобы увидеть концовку. Побочные, созданы на основе идей, не вошедших в главную историю, создадут ответвление главного сюжета или расширит детали вселенной киберпанка. Уличные истории, основной заработок и способ получить репутацию. Подобны охоте Геральта на монстров в The Witcher 3. Второстепенные, короткие задания на пару минут, но с интересной историей. Прокачка не так проста, в ней два типа очков, атрибутов и перков. Первые расходуются на 5 характеристик корпус, интеллект, рефлексы, инженерия и крутизна. Причем очки атрибутов дают задействие, надо стрелять, драться в ближнем бою, крутить гайки, либо с умом решать проблемы. Перки разделены по группам, например, взлом, огнестрельное оружие, ближний бой и собраны как карточная колода. Чтобы открыть более глубокий перк, нужен достаточно развитый атрибут. Не получится взять перк на взлом сложных систем, вкинув всего одно очко атрибутов в интеллект. Очки перков дают за новые уровни успешное выполнение заданий. Главный герой, таинственный Ви, главным героем игрушки стал Ви. Этому персу можно придать индивидуальности, которой так не хватало в Ведьмаке или Дум. В зависимости от того, кто перед врагами мальчик или девочка, реакция бандитов будет значительно отличаться. Девочку и бьют меньше, да и податься могут, она могла бегать и скользить, чтобы прикрыть, а также запускать режим замедленной съемки. У нее также была мгновенная реакция, позволившая девчонке прорваться в определенном направлении. Когда время выстрела и эта черта были объединены, героиня могла быстро обойти врагов и нанести смертельные выстрелы. В одном из прошлых интервью глава правления заявил, что инновационные функции обеспечат киберпанку 2077 успеху публики, что вызвало некоторые опасения, особенно из-за того, что система микротранзакций и в других игрушках компании проходит очень плохо. CD Projekt отреагировал на опасения сообщением, предназначенным для того, чтобы заверить фанатов, что они по-прежнему получат однопользовательскую эпопею. Не переживайте ребятки, сказал он. Думая о КП 2077, не думайте о чем-то меньшем, чем о ТВ-3, огромном одиночном игроке, открытом мире сюжетно-ориентированной РПГ, нет подводных камней, вы получаете то, за что уплачиваете. Прокачать аватар за адекватную сумму возможно, но как будет на самом деле, покажет лишь время. Джеки Уэллис, известно, что у персонажа есть помощник по команде, который поддерживает в бою. Его зовут Джеки, и он настоящий забияка. Он накачанный, грубый латиноамериканец, который может справиться с сильными противниками в перестрелке. Во время одной битвы с боссом, Джек, подняв автомобиль, использовал ее в качестве баррикады. В другом бою парнишка бросился прямо через кирпичную комнатушку, чтобы сражаться с беспредельщиками. Он ведет перса на протяжении всей демонстрации. Неясно, могут ли остальные члены группы быть вербованы и заменены. Ройс, Найт-Сити. Город мегакорпора ЦИ, но уличные банды имеют свою долю власти. В районе Водсон есть особая проблема с бандой, известной как Мейлстерн, Вихри. Ройс их босс. Он нападает на корпоративные караваны и продает украденные технологии на улицах. Он холодный, расчетливый и недоверчивый. Люди воспринимают его как психа, но возможно это маска, чтобы внушить страх другим. Мередит Стаут, так называемые корпораты, новая аристократия этого мира. Они смотрят на город сверху, сидя на своих плюшевых стульях на вершинах небоскребов в корпоративном округе. Мередит – эгоистка, которая не остановится ни перед чем, чтобы достичь своих целей, и она крайне успешна. Она живет и дышит корпорацией. Она презирает простых людей и плюет на людей из низших классов. Доктор Виктор, с развитием технологий распространилось кибернетическое обеспечение. Вот почему людям в Найт-Сити нужны врачи-потрошители. Врачи-потрошители – медицинские специалисты, наполовину врачи, наполовину инженеры. Они могут моментально подлатать вас, могут сшить вашу кишку после того, как ее разрежут, и позаботиться о пулевых ранениях. Если ваш имплант неисправен, они могут либо починить его, либо установить новый с черного рынка. Доктор Виктор, мастер скальпеля и отвертки. Будучи полевым врачом в течение многих лет, он, несомненно, обладает богатым опытом. Шаблоны классов из футуристической вселенной киберпанка. Один, рокер-бой и рокер-герл, мятежники, устраивающие погромы, способные склонить толпу к своему делу. Два, ученые-умы, исследователи, обладающие знаниями, способностями мыслить, чтобы создавать новые технологии. Три, ассасины, силохранители, убийцы и солдаты способны быстро реагировать. Особые способности, чувство боя. Позволяет персам воспринимать опасность, избегать проблем. Смертельные торговцы, холодные, жесткие. Четыре, средства массовой информации, репортеры, рискующие жизнью ради правды. Ребята помогают донести населению правду. Бэть, полиция, городская полиция со значком, не боится им пользоваться. Появляются в районах, заполненных правонарушителями. Бэть, используют атакующие возможности закона независимо от ситуации. Карают бандитов и праведников. Делится на третьей группы, плохой, праведник, фанатик. Шесть, кибер-япи, нечто уникальное. Прекрасно разбирается в железе, вообще с техникой дружит, но имеет массу проблем с принятием действительности. Отличается набором имплантатов, которыми хвалится или прячет от посторонних глаз. Семь, корпот, представитель бизнеса. Делится на несколько подкастов. Бизнес руководит миром. Связаны корпоранты обязанностями перед корпорацией, повязаны на негласных законах. Восемь, вояки, солдаты современности с усиленным контролем сознания. Девять, кочевники-наемники, блуждающие воины криминального мира. Профессиональные бандюги, делящиеся на подкасты, угонщики, менялы, карманники, взломщики. Навыки зависят от профессиональных интересов бандита. Десять, представители медицины, способны залатать раны и починить, установить кибернетические имплантаты. Одиннадцать, повернутые технари, механик-отступники, способные отремонтировать и обновить любую технику. Двенадцать, звезды, обладают тонкой натурой, требующей внимания и поклонения. Известны населению, полиции и бандюганам, поэтому пользуются подставными фамилиями, документами. Тринадцать, резидент, находится в поиске информации в зависимости от сложившейся ситуации. Прекрасно владеет техникой, умеет постоять за себя, ловок, фанатично отдается профессии. Неотъемлемой частью игрового мира Сиберпункт 2077 будут банды. В этой статье мы постарались насколько это возможно подробно рассказать об этом аспекте игры. Криминал существует везде и Найт-Сити не исключение. Если корпорации контролируют районы в целом, то на улицах и подворотнях их власть не видна. Зато очень просто встретить участников какой-нибудь банды. Отсутствие формальной власти серьезно расширяет возможности криминала, поэтому группировки управляют откровенно незаконной деятельностью Найт-Сити и берут дань со вполне легального бизнеса. Как будто этого мало, у каждой банды в мире Киберпанка свои лозунги и идеалы, понятия о жизни и смерти, чести и достоинстве. И хотя в трейлерах их показывали как обычных гопников-головорезов, на самом деле это организованные преступные сообщества со своей иерархией и лидером. Они обладают материальным ресурсом, схронами с оружием, производственными цехами, нейтронерами, тренировочными зонами и большим числом вооруженных сторонников. Бандам присущ определенный социальный интеллект. Каждая имеет базу в одном из районов города и борется за контроль над другими. В этой связи они постоянно воюют между собой за территорию и финансовые потоки, но также берутся за грязную работу, которую им подкидывают влиятельные горожане или корпорации. С бандами протагонист взаимодействует как вольный наемник, но не может стать соучастником. Он может торговать с ними, получать задания, самостоятельно или по квесту воевать против какой-то банды. При желании можно зачистить базу банды, но полностью ее ликвидировать не получится, это возможно лишь в определенных ответвлениях сюжета. Чем больше квестов выполнено, тем лучше отношение с той или иной шайкой. При этом не переоценивайте масштаб, бандиты существенно слабее правительства или корпорации, со временем игрок будет с криминалом на равных. Инквизитос, на август 2019 года существование этой группировки не было официально подтверждено. Но именно ее участники могут быть изображены на фото выше, взятом из официального стилбука Сибирпунт 2077. Инквизитос, ультраправая группировка, больше похожая на секту, чем на банду, выступают за чистоту тела и против любых имплантатов, протезов, чипов под кожей и тем более, против замены частей тела. Враждебно настроены ко всем другим группировкам, естественно, их тоже никто не любит. Поскольку в других группировках киберпротезы и импланты разрешены, члена инквизиции может убить участник любой другой банды, причем, не стесняясь кого-либо. Никто точно не знает, где расположена их база, что делает инквизитос трудной целью для полной ликвидации. Сами инквизиторы полагаются на тренировки и биологические усовершенствования. Периодически совершают нападения на наиболее одиозных оскверненных, то есть тех, у кого очень много механических вставок в теле. Мейлстром – это относительно молодая группировка, сформированная из разгромленных банд Метал Вориорс, Ред Кроум Лиджен и Вайрон Сикс. Все три банды были ликвидированы инквизиторами и потому для Мейлстром они являются злейшими врагами. Причины ненависти понятны. Все участники группы любят имплантаты, киберпротезы, чипы под кожей и новое программное обеспечение. Треть из них являются конченными киберпсихопатами, еще треть балансирует на грани. Ранее у них был свой кодекс чести, но сейчас банда по большей части выживает. А это значит, никаких правил и полный беспредел, готовность атаковать кого угодно и что угодно. Впрочем, одинокий путник вряд ли их заинтересует, сейчас они грабят крупные цели, ведомые жаждой денег на покупку нового программного обеспечения и наркотиков. Их банда контролирует и охраняет район около доков. Но их положение очень шаткое, бизнес в этой области тайно симпатизирует другим бандам, а то и вовсе находит защиту у корпораций. Интересный факт, протагонист Ви может модифицировать практически все тело, но не заменить организм целиком, чем увлекаются члены Мейлстром. Вуду Бойс, в мире киберпанка под этим названием было две банды. Одна, обитала в 2020 году, но серьезно изменилась к 2077. Они отказались от кричащей внешности, наркомании и наркоторговли, а также дикого поведения. Теперь это вполне мирная банда, которая обитает в районе Пасифик и соперничают с Энималс, также претендующими этот район. Как следствие, место неспокойное и постороннее стараются обходить его стороной. Те, кто там живет постоянно, считают Вуду Бойс своими защитниками. Во многом это так благодаря усилиям лидера банды Бриджит и ее заместители Пласида. По словам Майкла Пансмитом, Майк Пансмит, банда задумывалась как хитрая аллегория на тему культурной апроприации. Раньше это были обычные белые люди, которые пародировали креольские и гайтянские культурные традиции. Но теперь их заменили настоящие племена, несущие в себе знания шаманов Вуду. Основу современных Вуду Бойс составляют гайтянцы, которые заселили этот район в 2060-х годах, после того как стихийное бедствие уничтожило их родину. Они сохраняют связи с большой гайтянской общиной в Тихом океане. Не так сильно нуждаются в деньгах и сосредоточены на взломах компьютерных систем, кибератаках, многие из них – нейтронеры киберпространства. Интересно, что у Вуду Бойс есть тайный план – освободить искусственный интеллект и использовать его для завоевания киберпространства. Также уничтожить черную стену. Энималс – животные, это агрессивная банда киберкачков, больше всего нацеленная на тупое доминирование и физическую силу. Они ставят импланты, повышающие физическую силу, а также киберпрограммы, усиливающие ближний бой. Для повышения биологической силы употребляют стероидоподобное пойло под названием сок. Что касается заработков, то тут все очевидно. Члены банды предлагают свои услуги как вышибалы и охранники, а распространены по всему Найт-Сити. Другой источник доходов – нелегальная торговля наркотиками. А также подпольные бои, обычные и насмерть, которые они целенаправленно подчинили себе. Лидером Энималс может быть только самый сильный и самый быстрый из них. На момент событий игры возглавляет банду со Сквотч, на фото выше. Ей удалось неестественно усилить свои способности с помощью сока. Разработчики уже показывали столкновение с ней и это нелегкая прогулка. Особенно учитывая скорость и огромный молот со Сквотч. По словам Фан Смита, Энималс частично основаны на парнях, которых он видел во время своей молодости в качалках. Они хотят быть большими, сильными и плохими, чтобы вы боялись их только потому, что они существуют. И вы знаете, очень легко испугаться Бугая, который заслоняет солнце. Валентино Уэс изначально в Найт-Сити существовало движение профессиональных пикаперов, которое не занималось криминалом. Валентино Уэс не просто ставила целью быстрый съем, они скорее искали и пытались соблазнить действительно красивых женщин, тем самым представляя опасность для их парней и мужей. Участники группы собирались четыре раза в год, чтобы поделиться своими успехами или неудачами. Однако со временем движение трансформировалось в группировку. Теперь никакого соблазнения, только бандитизм, а именно похищение киберпротезов и имплантов у людей. Как говорят разработчики, они уйдут с какой-то из ваших частей тела, если вы по наивности откроете им дверь. Другие подробности неизвестны. СКЕВЕНДЖЕС – это новая банда для мира киберпанка, веденная, похоже, специально для Сиберпункт 2077. Она состоит из этнических славян, переехавших из СССР, да в мире киберпанка СССР все еще существует. По стилю, СКЕВЕНДЖЕС – обычная криминальная банда из лихих 90-х, без каких-либо правил и кодекса чести, выслеживания и похищения людей, вымогательства, разбой, насильственная кража киберпротезов и аугментаций, убийства и т.д. Однако на самом деле СКЕВЕНДЖЕС лишь часть транснационального конгломерата из синдикатов, мафии и различных ОПГ, вполне вероятно, что за ними стоит страшная и мощная организация. На международном уровне они занимаются контрабандой оборудования и секретов производства оружия, автомобилей, торговлей наркотиками. СКЕВЕНДЖЕС – серьезная сила в Найт-Сити, ведь каждый ее член использует высококлассные боевые импланты, а также подавители боли и ускорители рефлексов. Еще они оснащены мощным оружием и не стесняются его использовать в любой ситуации, не считаясь сопутствующими гражданскими потерями. Как следствие, протагонисту очень тяжело с ними справиться, вы могли видеть зачистку небольшого убежища этой банды в самом начале презентации игры с Е3 2018. Тайга Клосс – это еще одна нестандартная банда, которая находится в Джапантаун, японском районе города. Собственно, вся ее деятельность сводится к этому району и она очень тщательно его обороняет. По слухам, банда относится к корпорации Арасака, поэтому в грабеже население Тайга Клосс незамеченной разбоем не занимается. К 2077 году банда начала активно использовать аугментации, протезы и особое программное обеспечение, также они обожают мотоциклы, любят не просто кататься на них, а усиленно прокачивать их. Другая информация неизвестна. Слота Хаус – данная группировка была представлена в одном из геймплейных видео, хотя мельком. Слота Хаус выделяются среди прочих банд, населяющих Найт-Сити, поскольку обожают острые и длинные улучшения. Только их. Они буквально набивают свое тело самыми разными вариантами мечей, лезвий, бритв, ножи, когтей и прочим холодным оружием. При этом никаких глобальных целей группировка не ставит, что и спасает Найт-Сити от этих беспредельщиков. Слота Хаус считается самой опасной бандой в городе, ведь у них полное пренебрежение к человеческой жизни. Самые шизанутые участники, оказавшиеся в плену киберпсихоза, готовы моментально убить любого, кто их всего лишь заметит. Сиберпункт 2077 интервью с квест-директором прошло около года с тех пор, как мы впервые увидели Сиберпункт 2077. Что вы можете рассказать нам об улучшениях, внесенных Сиди Проджект Ред в игру с тех пор? Я думаю, что самое большое улучшение, которое мы сделали к текущему моменту, и то, что мы хотели бы подчеркнуть в этой конкретной демонстрации, это введение в игру этого слоя нарративного игрового процесса. То, что мы показали проторговый центр в Пасифика. Мы показали вам, что различные навыки, которые вы развиваете, могут очень сильно повлиять на то, как вы играете на этих уровнях, как вы проходите через эти миссии. Например, вы можете выбрать путь вооруженного прорыва с помощью тяжелого оружия, с помощью легкого оружия, вы можете прокраситься мимо, можете взломать разнообразные устройства или использовать специальные навыки, чтобы открыть новые проходы. Например, если вы решили прокачать себе силу, вы можете открыть определенные проходы, которые в противном случае были бы вам недоступны. Я думаю, что это одна важная вещь, которую мы не показывали в прошлом году. Насколько далеко вы зашли в процессе разработки? Есть ряд систем, над которыми мы все еще продолжаем работать. Например, когда вы заняты вождением автомобиля, стрельбой и некоторыми другими вещами. Их разработка идет круг за кругом. Мы все еще работаем над осетами и прочим. Давайте поговорим об основных и побочных квестах. The Witcher 3 имеет побочные квесты, написанные лучше, чем основные кампании в большинстве игр. И они были довольно длинными. Как Cyberpunk 2077 сможет превзойти это? Прежде всего, мы пытаемся использовать опыт, полученный в The Witcher 3 для создания квестов одинакового качества, с точки зрения побочных и основных квестов. Мы все еще придерживаемся наличия выбора и последствий, приветствуем много-много ручной работы и всякое такое. Кроме того, мы прорабатываем тот аспект, что привносит в игру больше качественных и интересных результатов относительно конкретных квестов. Потому что в The Witcher 3, когда вы попадаете в бой, он заканчивается лишь одним единственно возможным вариантом, верно? Вы побеждаете своих врагов мечом, бомбами или знаками. В то же время в Cyberpunk 2077 вы можете вообще избежать боя, вы можете найти различные второстепенные проходы. Вы используете навыки, которые вы развиваете у своего персонажа, чтобы играть в игру так, как хотите именно вы. Говоря о том моменте, когда вы упомянули о прохождении игры без единого убийства. Есть ли у этого варианта какие-либо преимущества или недостатки? Есть ли какая-нибудь система моральных ценностей, которая подстегнет игрока к такому выбору? У нас нет моральной системы как таковой. Однако, чтобы завершить игру без летального воздействия, вы должны быть очень хороши в стелсе. Вкладывайтесь в очки, которые позволят вам быть более скрытным, используйте оружие, которое позволит вам выводить врагов из строя. А не убивать их, чтобы тем самым совершить тот моральный выбор, который на протяжении всей игры подразумевает следование логики не убить. Как ощущалось развитие художественного стиля от The Witcher 3 через такие радикальные изменения, которые привели к Cyberpunk 2077? Нам потребовалось несколько лет, чтобы понять, как мы хотим подойти к этой игре. Мы начали разработку примерно в то время, когда работа над The Witcher 3 уже шла вовсю. Мы создали небольшую команду, которая начала работать над Сетингом. Как игра будет соотноситься с оригинальным Cyberpunk 2020? Какой должна быть архитектура и художественный стиль и прочее? Это был долгий процесс, который длился несколько лет. Работа шла между сценаристами, между художниками концептов, наконец, между художниками, занятыми на The Witcher 3 и многими другими. Это была большая работа и огромный вызов, так как для нас это был совершенно новый сеттинг. Но я думаю, что мы добились чего-то особенного и действительно интересного. The Witcher 3 – одна из величайших игр этого поколения. Вас не заботит, что все ваши последующие игры будут ожидаемо сравнивать с ним. Конечно, волнует. Это огромная проблема. Мы сами создали такого достойного предшественника. Это большая игра, которая тянет за собой многое, верно? The Witcher 3 была так популярна и так любима фанатами. Поэтому, конечно, многих людей посещала такая мысль. Мы хотим сделать игру лучше, а не просто равную. Конечно, это другая игра. Но, одновременно с этим фактом мы хотим использовать опыт и предыдущих наших игр при создании новой. Сколько разных видов оружия будет в Cyberpunk 2077? И что вы можете рассказать об их кастомизации? Вы можете настроить оружие несколькими способами. Вы можете прикрепить прицелы, вы можете прикрутить глушители и тому подобные приспособления. Конечно, дополнения основаны на конкретном оружии и на том, сколько у него мест для улучшений. Что касается того, сколько видов оружия у нас есть, я помню только несколько из них. Но у нас их довольно много. Итак, есть оружие ближнего боя, катана, молот, нож, нанопроволока. Это в принципе такие провода, которые вы можете использовать в бою. Но вы также можете использовать их, если вы нетронер, для удаленного взлома людей или устройств. Кроме того, у нас есть несколько видов оружия дальнего боя. У нас есть тяжелое оружие, легкое оружие, легкие пулеметы, револьверы, снайперские винтовки. Как изменилась система аугментации за последний год? Система аугментации работает таким образом, что вы можете заменить различные части своего тела. То есть, вы можете заменить свои ноги, руки, грудь, нервную систему и так далее. Количество вариантов кастомизации и довольно обширно. Когда вы, например, замените свои обычные ноги кибернетическими, вы сможете делать двойной прыжок, что дает вам доступ к специфическим новым местам, которого у вас не было бы в противном случае. Кроме того, вы также можете улучшить то, что уже установлено. Например, те же кибернетические ноги. Вы можете наделить их тихим бегом, чтобы помочь себе со стелсом. Мы работали над дизайном киберимплантов в течение довольно длительного времени, думая о разных вещах, которые мы могли бы с ними сделать. Я думаю, что дизайнеры к настоящему моменту имеют довольно крутое видение того, что они хотят иметь в игре. Но это все еще в разработке. Есть ли какая-нибудь крутая функция, которую вы, ребята, делаете впервые, разрабатывая Сибирпунт 2077? На самом деле, их несколько. Так как до этого мы работали над играми в сеттинге фэнтези, мы никогда не занимались разработкой автомобилей. Мы совсем не имели дела с оружием. Мы никогда не делали проверки, основанные на навыках игрока, что меня очень радует. Это одна из вещей, которые мы показали в демо. Теперь у нас есть система жизненного пути, которая ведет к дополнительным вариантам в диалогах, которые могут подтолкнуть повествования в определенных квестах в разных направлениях. Например, если вы в прошлом были связаны с корпоратами, у вас больше знаний о том, как они работают и как с ними разговаривать для достижения своих целей. Будучи уличным ребенком, вы не будете обладать этими знаниями. Но вы используете эти знания, знания про жизнь на улице, в разговорах с бандами, верно? Насколько плотным будет игровой мир, и увидим ли мы изобилие вещей для исследования и поиска? Игра довольно большая по содержанию. В городе шесть основных районов, поделенных на подрайоны. Нам нравится называть их разными биомами. Это означает, что у них разная архитектура, там разные группировки, например, уличные банды. Лично мне кажется, что это совершенно разные миры. Есть различия между районами, которые вы реально ожидаете увидеть. Вдобавок к этому у нас есть бесплодные земли, которые являются областями вокруг города. Своего рода пустоши, то, куда иногда ходят кочевники, а люди из города фактически даже не суются туда. Многие из этих областей имеют свои собственные достопримечательности, побочные квесты, предметы для поиска. Так что игрокам многое предстоит сделать. Мы с нетерпением ждем этого. Что вы можете рассказать нам о вертикальной составляющей в игре? Город, конечно же, это не только поверхность, но и здание. Среди них есть некоторые, в которые вы можете войти. Не все из них, но определенное количество, для которого мы подготовили контент. В зданиях есть уровни, этажи, и вы можете перемещаться между ними различными способами. Должен сказать, это сильно добавляет объема. Будет ли в игре какая-либо система романтических взаимоотношений? У нас есть несколько романтических линий на протяжении всей игры, в которых вы могли бы принять участвовать. Вы будете формировать отношения, делая различные выборы в течение повествования. Точное количество я бы предпочел не разглашать на данный момент. Я не хочу испортить впечатление, но у нас они есть, это факт. Здесь, на E3, было объявлено о портировании The Witcher 3 на Nintendo Switch. Есть ли шанс, что Сибиркунт 2077 сможет появиться там же, или он слишком большой, чтобы система смогла его потянуть? Конкретно сейчас мы нацелены только на три платформы, ПК, Xbox One и PlayStation 4. Есть ли планы на выпуск ДЛК после выхода игры? На данный момент мы заняты созданием контента для основной игры. Нам еще есть чем заняться. Мы уже объявили дату выхода, как вы знаете. Вот на чем мы сейчас сосредоточены. Игра визуально выглядит просто потрясающе. Мы находимся уже в конце текущего поколения консолей, имея Xbox Scarlet, выход которого объявлен на праздничный период 2020 года. Можно ли считать Сибиркунт 2077 игрой, которая затронет оба поколения? Прямо сейчас наша работа направлена на эти три платформы, о которых я уже упомянул. И это то, к чему мы прямо сейчас прилагаем все наши усилия. Есть что-нибудь еще, что вы хотели бы добавить? Я действительно увлечен этой игрой. Я рад тому, что мои усилия направлены на эту игру с целью улучшить ролевую составляющую для игроков. Я очень доволен, что мы можем использовать такие возможности в игре. Сибиркунт 2077, обширное интервью с главой студии CD Projekt Red в Кракове. Когда именно началась разработка Сибиркунт 2077, она же некоторое время просто находилась в планах. На самом деле, когда мы работали над The Witcher 3, у нас уже была команда. Мы тогда организовали две группы для параллельной разработки двух игр, но по итогу сократили вторую команду, чтобы вернуть ее ресурсы для работы над The Witcher, прежде чем вновь бросить всех на новый проект. Значит, Сибиркунт 2077 копеек к тому моменту уже находилась некоторое время в разработке. Да, совсем недолго. Так сказать, в первом приближении. В то время над ней работало около 75 человек. Планировалось ли с самого начала выпустить игру в 2020 году? Ведь оригинальная ролевая игра, на которой основана ваша, называется Сибиркунт 2020, и вот, видеоигра выходит в 2020 году. Совпадение? Нет, мне кажется, что мы хотели выпустить игру раньше, еще в 2019 году. Но что-то в 2020 году есть такое, верно? Ага. Да, как я уже сказал, первоначальные планы состояли в том, чтобы выпустить игру раньше. Забавно, потому что я видел людей, которые говорили в Твиттере и в других местах, что дата релиза была очень тщательно спланирована именно для 2020 года. Говоря о главном источнике. Много ли в Сибиркунт 2077 попадет элементов из оригинальной ролевой игры, которые смогут обнаружить фанаты? Мы позаимствовали большое количество информации из лора. Например, Джонни Сильверхэнд. И Найт Сити. Фракции, районы, название предметов и название корпораций. Некоторым образом система умений и система классов. Все вот это. Изменился ли подход к осмыслению технологий в этом мире с момента создания ролевой игры? Знаете, нам пришлось продвигать этот вопрос далеко вперед. Подумайте об этом, как о возможности вернуться в 1990 год и поразмышлять о том, какие будут технологии в 2077 году. Не должно быть ничего похожего на 1990 год. Наверное, что-то вроде Джитсонов, мне кажется. Таким было видение будущего в то время. Думаю, в Джитсонах немного ошиблись. Хотя может и есть шанс, что все вокруг когда-нибудь станет именно таким. Я надеюсь на это. Мне нравятся эти дома на сваях. Рози и роботизированная собака. Это все потихоньку приходит в нашу реальность, не так ли? В первом оригинальном видео, которое вы выпустили, была очень привлекательная женщина с лезвиями, выходящими из ее предплечий. Да, это было больше похоже на тизер, показывающий, как, по нашему мнению, должна выглядеть эта игра. Но мы тогда еще не имели строгой концепции. Я помню, как после просмотра этого видео подумал, что Сибирпунт 2077 станет своего рода Тумрейда, сексапильной женщиной с кибернетическими имплантами, потрошащей злодеев. Но на деле все вышло по-другому. Но эти лезвия из рук все еще в игре, верно? Так что некоторые вещи мы оставили. Это было оригинальное видение того, какой должна получиться игра, или больше как подтверждение самой концепции. Я думаю, что на самом деле это было видение именно на тот момент времени, но оно сильно изменилось. Очень сильно изменилось. Интересно, в чем будет выражаться отличие Сибирпунт 2077 от The Witcher? Очевидно, что это жанр киберпанка, а не фэнтези, но для тех, кто окунется в игру после прохождения The Witcher, мне кажется, они будут похожи по ощущениям, ведь по сути, это тоже РПГ, верно? Но основным отличием станет боевая система, которая выглядит действительно круто, судя по тем роликам, что мы видели. Да, она выглядит хорошо в той демке, которую мы показывали. Кроме того, в игре другая перспектива камеры, от первого лица вместо камеры от третьего лица. Мне был интересен этот момент, потому что я один из тех людей, которые редко играют в видеоигры от первого лица, потому что через несколько минут у меня сильная морская болезнь. В нашей игре вы сможете изменить глубину резкости, уменьшить эффект движения головы и другие вещи, чтобы было комфортнее. В демонстрации я заметил кадр, когда главный герой едет на мотоцикле, а затем останавливается, и камера переключается на вид от третьего лица. Может ли это означать, что в игре будет доступна опция вида от третьего лица? Да, при использовании транспортных средств. Но только в этом случае. Кастомизация персонажа, это то, что также отличает Cyberpunk 2077 от The Witcher, поскольку вы можете создать своего персонажа с нуля. Что мне кажется интересным в выбранном вами подходе, так это то, что в игре не будет выбора пола, игроки смогут создать тело, используя мужские и женские атрибуты. Да, вы выбираете тип телосложения. Не обязательно мужчину или женщину. Вот это настоящий киберпанк. В самом деле соорудить человека. Насколько вольной может быть такая подстройка? Можно ли будет сделать до смешного уродливых персонажей? Нет, у всего есть свои пределы, потому что фигура должна соответствовать скелету персонажа. Как работают катсцены с пользовательскими персонажами? Предполагаю, что все они от первого лица, а значит, особых проблем быть не должно. Насколько мне известно, в игре нет каких-либо роликов от третьего лица. Может что-то в начале и в конце, но я не уверен в этом. Такая система катсцен, это достаточно новаторская вещь для нас, чтобы мы могли сделать ее без проблем. Так что вы останетесь с тем, что есть. Отлично. Например, на ваших глазах происходят некоторые события, но вы имеете некоторый контроль над персонажем, поэтому вы не чувствуете, что просто смотрите фильм. Расскажите мне об игре без убийств. То, что вы недавно показывали. Игроки реально могут исследовать весь мир и сюжетную линию Cyberpunk 2077, никого не убивая. Да, но вы все же должны будете причинить кому-то боль, правда. Драться вы сможете. Это было интересно. В бою с боссом я видел, что было много стрельбы, но у игрока все еще оставалась возможность не убивать противников. Мы специально делаем игру так, чтобы вы могли пройти ее, никого не убив. Существует несмертельный путь. Тяжелее играть, если вы никого не убиваете. Да, это займет намного больше времени. В таком отношении, я думаю, это похоже на реальную жизнь. Самый простой способ пройти игру, просто расстреливать все подряд. Насколько открыт мир Cyberpunk 2077 с точки зрения игрового процесса и ощущений игрока? Игра выглядит очень иммерсивной. Мне хочется по-настоящему взять и открыть в ней какое-нибудь кафе или что-то в этом роде. У нас нет симуляции. В The Witcher 3 мы занимались элементами открытого мира очень поздно, над ними работало всего 2 или 3 человека. Сейчас же около 15 человек делают квесты в открытом мире. Там есть несколько слоев. Есть пассивный слой, который представляет собой продавцов, а есть уличные истории. Я думаю, их будет около 75. Кроме всего прочего, есть еще другие небольшие активности. Уличные истории похожи на маленькие квесты. В них есть некая повествовательная нить, но нет продвинутых кинематографических сюжетов. Это способ исследовать мир и повысить уровень своего персонажа. Они генерируются случайным образом или можно пройти их все. Все они сделаны вручную. Ничего подобного у нас автоматически не делается. Есть некоторый набор шаблонов, которые можно использовать, но каждый настраивается так, чтобы они выглядели уникальными. Мир будет наполнен вот такими вещами, которые будут просто отличными. Знаете ли вы, какова предполагаемая продолжительность прохождения всей игры? Мы не уверены. Пока. Сейчас мы все еще работаем над завершением игры, и у нас есть разные способы пройти ее. У персонажей существуют разные билды, и сама игра очень нелинейна. Поскольку вы можете проходить ее разными способами, немного рискованно указывать определенное время. Как вы это посчитаете? Особенно, когда в игре есть открытый мир и весь ее контент. Когда вы закончите основную кампанию, игра будет окончена или мы получим доступ к открытому миру? О, это хороший вопрос. Но я не знаю ответа на него. А что с киберпространством? Мы не готовы пока много говорить о киберпространстве. Предполагаю, это то, о чем мы услышим ближе к релизу. Это то, о чем вы узнаете после релиза. Были ли у вас какие-нибудь проблемы с цензурой в Австралии? Когда я пришел сюда, для меня это был большой вопрос. У нас есть целый список вещей, с которыми у нас могут возникнуть сложности в Австралии. Две главные темы, это сексуальное насилие и наркотики с позитивным эффектом. Но вы ведь не можете сделать киберпанк без наркотиков, верно? Да, и без стероидов. Кажется, в демке вы назвали их соком, джуз. Они тоже довольно заметны в игре. Думаю, все связано с тем, как вы сами к этому относитесь. Просто назовите их витаминами. Мы не собираемся замалчивать эту тему. Но я не думаю, что есть какие-то ситуации, когда вы можете взять наркотик с ярким названием и получить от него одну лишь только пользу. И у нас точно не будет никакого бездумного сексуального насилия. В реальном мире много сексуального насилия. Так происходит. И в нашем мире ему тоже может найтись место, но игрок никогда не будет напрямую связан с чем-то подобным. Ограничения довольно противоречивы. Но я полагаю, рано или поздно это должно было произойти после того, как видеоигры стали чуть ли не реалистичнее фильмов. Кино захватывает подобные темы, так почему бы и видеоиграм не поступить так же. Вот именно. Мы пытаемся стать более зрелыми. Игры – это форма искусства. Мы хотим, чтобы они были искусством. И мы хотим говорить на такие сложные темы. Но дать возможность действовать. Нет, мы не будем. Мы не собираемся делать игру, в которой игрок смог бы делать такие вещи. Это было бы ужасно и безвкусно. Думаю, большинство верит, что у вас, ребята, все в порядке со вкусом. Мы просто не хотим, чтобы игра была запрещена. Я уверен, что этого не произойдет. У нас все будет хорошо. Совсем недавно вы намекнули на многопользовательский режим в Сибирпун 2077. Его релиз по-прежнему намечен на неопределенное время после выхода игры. Мы не смешиваем эти две сущности. Сейчас мы полностью сфокусированы на одиночной кампании. Можете ли вы рассказать нам, какой это будет многопользовательский режим? Нет, нет. Нет. Об этом мы сможем поговорить примерно через год. Хотел бы я сказать больше, но не могу. Планируете ли вы большое количество дополнительного контента после релиза? Да, мы планируем. У нас будет кое-что после релиза игры. Модель The Witcher получилась вполне рабочей. Что-то вроде дополнительных сюжетных историй в виде ДЛК. Мне не разрешено говорить, как это будет конкретно реализовано. Но, вероятно, это будет что-то вроде The Witcher. Мне хотелось бы поговорить об этом больше, потому что для нас это очень интересная тема. Но я не могу. Есть какие-нибудь планы насчет выхода Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch? Насколько мне известно, нет. Не сейчас. Я не знаю, сможет ли Cyberpunk 2077 работать на Nintendo Switch. Игра может быть слишком тяжелой для нее. Но при этом мы заставили работать The Witcher на нем. Хотя и думали, что ничего не получится. Но каким-то образом мы справились. Одна из первых мыслей, которые у меня возникли после просмотра презентации на E3, это насколько Cyberpunk 2077 подходит для виртуальной реальности. Вы когда-нибудь думали о том, чтобы вывести игру на VR-платформы? Мы пытались. Мы думали о VR, но сейчас мы ничем таким не занимаемся. У нас есть нужные комплекты для разработчиков, но все-таки игра не подходит. Некоторые вещи будут правильно работать в VR, но, думаю, что пока еще рано. Вы не сможете заработать там много денег. Это очень экспериментальное и нишевое пространство. Но я бы хотел попробовать. Мне нравится VR, но мы пока ничего не делаем. Cyberpunk 2077 будет работать в режиме 4K Ultra HD на Xbox One X. Думали ли вы над будущими улучшениями, когда игра станет доступна на новый Xbox Series X? У большинства разработчиков уровня ААА, есть Xbox Series X девкиты. Но мы пока не зацикливаемся на этом. Мы сосредоточены на текущем поколении. Разработка Cyberpunk 2077 идет в тесной взаимосвязи с Microsoft с момента ее появления на E3. Чем для вас стало это сотрудничество? У нас уже долгие отношения с Microsoft. Во время презентации Microsoft на E3 мы объявили о выходе The Witcher 3, поэтому при всем при этом, нам легче двигаться вперед именно с этой компанией. После успеха The Witcher 3 о нас узнали очень многие. Именно как о разработчике игр. Люди теперь знают, кто мы такие, поэтому нам стало легче работать с Microsoft, которая помогла нам создать определенные условия того, как мы представили игру публике. Большинство людей знают, что Cyberpunk 2077 основана на ролевой игре, но Cyberpunk в целом также является и невероятно популярным жанром кино. Какие фильмы о киберпанке, по вашему мнению, стоит посмотреть фанатам, чтобы они получили представление о вашей новой игре? Это действительно хороший вопрос. Лично я посмотрел все части Призрака в доспехах. Я бы не сказал, что последний фильм, это хорошее представление о киберпанке, но он все равно крутой. Акиру тоже было бы интересно посмотреть, но это больше про псионику. Правда, оно ближе к сверхъестественному. Мы не слишком увлекаемся этим, бегущий по лезвию, тоже подходит, правда он мрачный, хмурый и дождливый, так что не совсем в тему. Я думаю, что Призрак в доспехах, лучший пример, поскольку он про технологии, кибернетика и все в таком духе. Есть еще что-нибудь, что вы бы хотели рассказать про Сибиркун в 2077? Есть некоторые вещи, о которых мы еще не говорили, например, какое в игре освещение? Наш директор много говорит о глобальной системе освещения в реальном времени, которую мы еще сами не видели во всей ее красе. Никто из широк общественности еще не видел, как это будет выглядеть. Все должно будет выглядеть гораздо лучше, чем раньше. А также звук. Акустическая система, которую придумал один из наших программистов по звуку, будет звучать очень реалистично благодаря тому, как она использует геометрию пространства. Система создает эффект реверберации, поэтому звук будет меняться по мере изменения пространства. Если бы я был богатым геймером, я бы определенно купил систему Dolby Atmos, просто чтобы услышать все это. Игра должна получиться с захватывающим, глубоким и красивым звучанием. А с разрешением в 4К и таким освещением лучше заранее позаботиться о хорошем телевизоре, верно? Сибиркун в 2077 будет выглядеть и звучать просто великолепно. На минувшей неделе французское издание Jusakta взяло интервью у разработчика Сибиркун в 2077. Журналисты встретились с ведущим аниматором кинематографических роликов Маца и Мпитрасом, чтобы задать ему несколько вопросов. Речь шла о начале разработки игры, размере мира, причинах выбора вида из глаз, разнообразии оружия и даже о том, чем вдохновлялись разработчики. Расскажите о точке отсчета. Когда действительно началась разработка Сибиркун 2077? Маца и Пьетрас. Мы официально анонсировали Сибиркун 2077 в январе 2013 года посредством тизер-трейлера. Однако нам требовалось завершить третьего Ведьмака, прежде чем начинать разработку другой игры. Только после выпуска дополнения Каменные сердца студия по-настоящему начала работать над Сибиркун 2077. Это был 2014 год. Если я правильно помню, первые упоминания о Сибиркун 2077 появились несколькими месяцами ранее, в мае 2012 года. Тогда же было опубликовано первое изображение. Довольно необычно анонсировать игру, когда ее разработка еще не началась. Разве это не рискованная идея, заставлять публику ждать так долго? Какой в этом смысл? Маца и Пьетрас, когда мы выпустили тизер, Сибиркун 2077 уже была в производстве. В частности, мы работали над различными концепциями, определяя направление, куда мы будем двигаться дальше, и элементы, которые позволили бы нам начать разработку. Но, как я уже говорил ранее, мы полностью посвятили себя игре в 2014 году. Так как вы отвечаете за анимацию, мне хотелось бы знать, насколько трудно работать над этой игрой с субъективной точки зрения. Ведь это первая игра студии в жанре FPS, и если я не ошибаюсь, Сибиркун 2077 является также ролевой игрой, которая должна обладать большим количеством анимации, гораздо большим, чем любой шутер от первого лица. Маца и Пьетрас, в серии Ведьмак вы много путешествовали, было множество рукопашных сражений, боев на мечах, более того, игроки использовали магию. А Геральт встречал гигантских монстров, поэтому для нее мы выбрали вид от третьего лица. В Сибиркун 2077 все по-другому. Нам нужна была иная перспектива не только для лучшего погружения в игру, а также потому, что Найт-Сити это город, в котором важны детали. Кроме того, Сибиркун 2077 будет сюжетно ориентированной игрой. И, поскольку в ней представлен открытый мир, в котором вы вольны творить множество различных вещей, мы хотим, чтобы игрок мог подробно изучить его в мельчайших деталях. Так что да, с точки зрения развлечений, это что-то совершенно новое. Это вызов, но этот вызов мы принимаем с радостью. Поскольку мы выбрали вид от первого лица, мы хотим достичь полного погружения в игру. В демонстрации диалоговая система выглядит очень связно. Ее цель – создать плавный переход от одного действия к другому. Переход от игрового процесса к кинематографической вставке проходит бесшовно. Вы даже не увидите, как это произошло. Например, если во время разговора персонаж вытащит оружие, собеседник сразу отреагирует. Это действие окажет влияние на сюжет, который будет изменен. Многие игроки были удивлены выбором перспективы в Сибиркуну 2077. Вы приняли данное решение с самого начала или пробовали играть с видом от третьего лица, как в Ведьмаке. Мац и Пьетрос. Я не могу рассказывать о разработке в подробностях, но скажу сразу было принято коллективное решение, что именно вид из глаз лучше всего подходит для этого проекта. Я понимаю, но у меня сложилось впечатление, что вы не были полностью уверены в своем выборе. Например, при управлении транспортным средством вид из глаз автоматически переключается на вид от третьего лица. Мац и Пьетрос. В этом случае мы решили, что для вождения большинство людей предпочитают камеру, находящуюся позади автомобиля. Тем не менее, вы можете вернуться к виду от первого лица и оказаться в кабине для большего погружения. Все-таки, хочу отметить, что даже несмотря на то, что повествование, в основном, будет вестись от первого лица, в игре присутствуют ключевые моменты, когда вы увидите своего персонажа полностью, это касается и видеовставок. В них вы сможете рассмотреть все апгрейды, которые ему прописали. Во время демонстрации игрового процесса вы показали возможности выбора, который окажет реальное влияние на сценарий игры, укажет путь, как в дальнейшем развернется история. Это выглядит невероятно. Как все будет работать? Мац и Пьетрос. Как вы знаете, Сибирпунт представляет собой ролевую игру в открытом мире. Мы делаем упор на ролевую, потому что этот элемент чрезвычайно проработан. В игре вы столкнетесь с множеством вариантов выбора с самого начала прохождения, даже с момента, когда необходимо создать аватар. Вам нужно будет не только выбрать пол и цвет кожи, но также свои обязанности. И именно этот выбор будет определять вашу личность и влияние, которое вы будете иметь в мире Сибирпунт 2077. На протяжении всего вашего путешествия вы столкнетесь с множеством вариантов развития событий, каждый из которых будет иметь последствия, благодаря тому, что это ролевая игра. Мы создаем ее такой. Чем дальше вы продвигаетесь по сюжету, тем больше решений будет принимать главный герой, не говоря уже о том, что вы можете взаимодействовать с большинством НПК. Все эти действия и решения приведут к различным последствиям и целям. В настольной игре Сибирпунт 2020 есть несколько механик, позволяющих присваивать очки навыков персонажу, точно так же, как в демоверсии. Вы использовали настольную игру в качестве основы или просто добавили некоторые элементы в Сибирпунт 2077? Мац и Пьетрос. Вы сами ответили на свой вопрос. Напомню, что Сибирпунт 2077 является ролевой игрой с видом от первого лица. Поэтому мы использовали настольную игру в качестве основы. Например, взяли оттуда город, мрачное место, где правит балом социальное неравенство и сосуществуют жители разных классов. Мы почерпнули из настолки массу вещей. Однако события игры происходят в другое время, отличные от истории настольной игры. Также мы вложили в проект основы стандартных ролевых игр, создание персонажа, выбор элементов, настройка внешнего вида и физических навыков, в какой руке персонаж будет держать оружие, не говоря уже о предыстории аватара. Делая вывод, можно сказать, что мы взяли элементы настольной игры и экстраполировали их на Сибирпунт 2077. Опишите открытый мир в Сибирпунт 2077. Какого он размера? Мы можем выйти за пределы стен или игра будет ограничена мегаполисом. Мац и Пьетрос. Описать размер мира в Сибирпунт 2077 очень сложно. Попробую объяснить на примере третьего ведьмака. Мир сильно изменился. В прошлой игре он был очень обширным в длину. Это был открытый мир, сотканный из больших природных массивов. Переход из пункта А в пункт Б занимал уйму времени, вы перемещались на лошади, а игра была растянута горизонтально. Мир Сибирпунт 2077 прежде всего вертикальный. Повсюду стоят высокие здания, поэтому нам трудно их сравнить. В демоверсии вы видели, как главный герой просыпается в своей квартире, смотрит в окно и видит живой мир. Чтобы выйти, он должен подняться на лифте, преодолев несколько этажей. В игре позволено входить во множество зданий. Все они были проработаны вручную, поскольку мы ценим прежде всего качество. В нашем мире нет ничего процедурно генерируемого. Именно из-за вертикальности город Сибирпунт 2077 просто огромен. Впервые увидев демо, мне показалось, что я вижу игру Призрак в доспехах, особенно это касается персонажей. Женская версия V отдаленно напоминает Кусанаги, а Джеки, Бато. Скажите правду, вы черпали вдохновение в работе Масамуна Сира. Мац и Пьетрос. Мы брали за основу мир Сибирпунт 2020. Но, я думаю, как только заходит речь о киберпанке, мы обнаруживаем сходство со многими вещами жанра, особенно сейчас, когда эта тема становится все более популярной. А что по поводу разнообразия локаций? Будут другие или игра ограничена городом? Мац и Пьетрос. Вся игра будет проходить в городе Найт-Сити. Это огромный мегаполис для исследования. Что касается животных, то вы найдете только кошек и собак. На этом все. В демоверсии мы видели использование ножей. Они будут применяться специально или также важны, как огнестрел. Мац и Пьетрос. В демоверсии можно разглядеть несколько типов оружия, а также различные боевые системы. Все это связано с классом персонажа, которого вы хотите создать, и зависит от способностей, которые вы собираетесь улучшить. Использование того или иного вида оружия дает преимущество в зависимости от навыка, выбранного вашим аватаром. У вас будет выбор между технологическим, силовым и интеллектуальным оружием. Каждая из них позволит вам проходить игру несколькими способами. Например, силовое, дает импульс, позволяющий пулям рикошетить от стен и таким образом доставать врагов, спрятанных за ними. Умное оружие использует автозахват цели и может поразить врага самонаводящимися пулями. Что касается оружия ближнего боя, то вы уже видели клинки Мантис в демоверсии. Это невероятное оружие. Оно прикрепляется к персонажу и позволяет ему взбираться на стены, а также убивать врагов в рукопашном бою. Есть еще один вид оружия, который мы не продемонстрировали, катана. Расскажите о клинках Мантис. Мы можем использовать их, когда захотим, или они доступны только в определенные моменты сюжета. Мац и Пьетрос. Мы подумали, что игра, особенно боевая система, должна подчиняться некоторой системе. Это означает, что игрок может использовать оружие в соответствии с предоставленной ему ситуацией. К сожалению, я не могу сказать больше, потому что об этом рано говорить. Но знайте, у вас будет несколько способов уничтожить оружие.